Лиза Лазерсон, Лиза Никина и Алексей Виндиктов в нашем эфире. Алексей Алексеевич, ну сразу хочется спросить про Вашу историю с Пригожиным, который, как он говорит, подарил Вам победу в суде. Что это? Ну, это отличный пиар. Он умелый пиарщик, но я предпочту решение суда. Суда еще не было. Он будет 6 февраля в 12 часов в Москве. Вот, и, собственно, он признал, что я был прав, а он не прав. Теперь ждем то же самое от Газпром-медиа, которая ликвидировала эхо Москвы, от Генеральной прокуратуры, от Роскомнадзора, от Минюста и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот. А что здесь? Это для Вас удивительно, что я был прав? А для меня это неудивительно. Я знал, что я был прав. Там такие формулировки, знаете, странные. Товарищ Виндиктов, и, конечно, он предатель и враг, но все-таки заслуживает уважения, потому что остается в Москве. Ну, действительно, я с Евгением Викторовичем у нас разные политические, этические, эстетические взгляды, и в этом смысле я ему враг. Это правда, он правду сказал. Я остаюсь в Москве, он правду сказал, но я ему не товарищ, это тоже правда. Не товарищ, он назвал товарищей. Я ему не товарищ, это тоже правда. Вы не товарищ, вы считаете? Но я хочу еще раз сказать, что, ну да, в общем, мне неудивительно, что я прав. Это другим может быть удивительно. Мне вот другое немножко удивительно и непонятно. Будет ли Пригожин нести ответственность за дачу ложных показаний? Насколько я понимаю, это все-таки предусмотрено еще в нашем законодательстве. Знаешь, это дело уже на самом деле у адвокатов. Я только сказал, что когда мы обсуждали этот вопрос, что никаких денег я с него требовать не буду, я не хочу брать от него деньги. Это вызвало некую полемику в Фейсбуке у меня с Евгением Альбас, что их надо наказывать деньгами. Не хочу я брать эти деньги. Из ЦАР, примерно. Мне вполне достаточно того, что если суд признает, что я был прав, и что он хозяин человека, Вагнер. А Стирлу, если Пригожин подарит кувалду, Венедиктова, обрадуется ли он подарком? Мы ее продадим здесь. Вот здесь мы точно продадим. Может, Миронов купит, а может, у него уже есть. Но мы продадим ее здесь. Так две кувалды, это лучше, чем одна кувалда. Да, ну если купит, пожалуйста. Иронизирует по поводу того, что мы гвозди, и гвозди забивают кувалдой. Да, 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 да. Может быть, и в этом смысл для них есть. Но в любом случае, это, конечно, хорошая новость, потому что на самом деле время и силы, и затраты адвокатов, да, много процессов веду, шесть сейчас. Это отнимает время. Ну, спасибо, Евгений Викторович. Еще посмотрим, повторит ли он это его представитель 6 февраля на суде. Может быть, это просто пиар-акция, такая напомнить о себе. А вот по поводу кувалды и вот того, что как-то становится в официальном поле, это такой аргумент весомый и даже не то чтобы постыдный. О чем это говорит? Ну, о том, что запугивание является одной из очень важных ныне инструментов государства. Все-таки господин Миронов официальное лицо, лидер крупнейшей фракции, бывший третий человек в стране. Так, на секундочку, да, ну, запугивание, да, кого запугивают законами, репрессиями, а кого кувалдой. А то, что сейчас официальные лица присоединяются к этому запугиванию, одно дело, когда Вагнер и Прикошин такими занимаются. Да нет, запугивание было давно, ты просто не обратил внимания, теперь просто это выходит физическое... Ну, вот Турчак говорил про депутата, который отмечал Новый год. Ну, что я говорю, это часть государственной политики. Ну, видимо, только законы не срабатывают, значит, надо запугивать физическим. Что вас удивляет? На Муратова было нападение, на мою квартиру было нападение. Что вас удивляет? Навального физически, да, там заливали чем? Кислотой, краской. Зеленкой сначала. Зеленкой, да. А то уже всем остальным посерьезнее. Ну, это было уже, и государство это прикрывало. Вы только подумайте сами про Муратова. Человек до сих пор член общественного совета при Министерстве внутренних дел. Да, до 6 февраля, по-моему. А на члены общественного совета при Министерстве внутренних дел нападают хулиганы, назовем их так, которые установлены полицией. И никакого дела. Это государство покрывает их. Дело не в хулиганах, так называемых хулиганах. Известны их имена, известны их места работы, на кого они работали. Полиция этой известна. Установлено никакого уголовного дела. Мне кажется, мы привыкли, что наши официальные лица все делают чужими руками и просто покрывают это. А теперь они будто бы приобщаются к этому уже публично. Наверное, это удивляет. Ну, ты отвечаешь на свои фантазии. Хорошо, от меня ты что-то хочешь? Ну, хорошо. Это выглядит очень и очень, откровенно говоря, страшно. И хотя сегодня мы много и с Осечкиным, и с Гонопольским спорили про роль и такую субъектность, что ли, Пригожина, его независимость от... Суверенитет. Да, да, да. Нет, ну а что ты спорить? Все понятно, Пригожин. Это рука, одна из рук нашего многорукого Шивы Путина Владимира Владимировича. Это одна из его пешек. Вот он сам или он только некая вот проекция, некий аватар того, что... Он сам. Я знаю, что он в свое время еще до-до-до, собственно, создание ЧВК, это не было, насколько я знаю, сейчас будет новый процесс, наверное, это не было поручение российской власти, Путина, Министерства обороны Пригожина, это было предложение Пригожина Путину, который единственный мог это разрешить. Я знаю, как Путин на такие вещи реагирует, говорит, ну делайте. Он якобы на все так говорит. Ну да. Якобы всем. Да, ну делайте. Нет, но если он говорит, делайте, он говорит, так, ну делайте. А дальше одно время Пригожин финансировал это сам, а тут недавно он проговорился опять, Евгений Викторович, доброе утро. Не надо проговариваться, надо думать, что говоришь. Он говорит, что вот есть враги против ЧВК Вагнера, нам сократили финансирование. Стой, 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 ты же говорил, что это нет, там финансирование государственное. Нам сократили государство, бюджет, стой, 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 стой. Так есть или нет? И, собственно говоря, я думаю, что в процессе против меня эти вопросы мы должны были поставить. Да? Может быть, ответа бы не было, но мы их вытащили бы на платформу. Каким образом осуществляется финансирование? И тут Пригожин, молодец, взял на себя вот эту историю, закрыть эту публичную историю, сказать, ну да, вот тащи Венедиктов, но пусть справедливость на стороне Венедиктов. Господи, я думал, что я от Пригожина это услышу когда-нибудь. Теперь ждем от Газпрома и Генпрокуратуры. Подождите, вот про некое государственное финансирование. Если он одна из друг, то Минобороны, это какая рука? Нет, нет, смотри, смотри, конечно, да, конечно, это другая рука. Это рука, которая находится в структуре конституционной власти. А ЧВК у нас до сих пор запрещены законом. Наемничество является уголовным преступлением. Но это вопрос трактовки, не будем здесь, пусть юристы с этим разбираются, но для решения вопроса ЧВК создавалось совсем для других вопросов, да? Чисто коммерческая история, ну реально. Так же, как любая наемническая история. Посмотрите, Blackwater, посмотрите, да, эти компании частные, которые осуществляли то, что интересно их владельцам. Но когда государству, в том числе американскому государству, когда нужно было, российскому, естественно, нужно было не светиться самому, а заниматься усилением влияния, она делала ставку на ЧВК. Ну нельзя направлять подразделения Минобороны на охрану там алмазных шахт или золотых приисков, или там в Сирии там нефтеприисков, да? Ну а ЧВК можно, потому что, а это кто? Всегда можно сказать, вы кто? И поэтому совершенно справедливый вопрос. Секундочку, а когда гибнут бойцы ЧВК в Украине, их семьям положены вот эти выплаты, которые обещал Путин, там 7 миллионов или региональные выплаты? Я до сих пор не знаю. Насколько я понимаю, нет. Так мы даже не знаем, положены ли они матерям. Положены, положены. Нет, они положены, но всех объявляют там пропавшими без вести. Да, я рассказывал уже, слушай, я могу, конечно, повторять, но я уже рассказывал, что еще со времен Ельцина есть процедура установления гибели на поле боя, 1994 или 2005 год, указ, где нужно обязательно доказать, что человек погиб прежде всего через лабораторию ДНК в Ростове. Она одна, там очередь. Значит, на сегодняшний день или не там на Новый год Минобороны признала, что установлено 16 тысяч погибших. Все остальные до тех пор, пока не установлены, будут считаться, повторяю еще по указу Ельцина, пропавшими без вести. Помните, как это в Чечне какими трагедиями оборачивалось? Матери искали, пытались их сгумировать чужие уже закопанные тела, чтобы доказать, что они были бедные. Это был единственный их способ. Подожди, у нас еще история даже с Афганистаном была, когда Руслан Аушев буквально вот до, когда это было последний раз, мы с ним разговаривали, до эпидемии, да, в 18-м году еще троих пленных вернули, нашли вернее, которые считались погибшими, семьи считали погибшими. Уже все уже официально погибшие, а три пленных, которые там осели в Афганистане, приняли ислам, у них другие семьи, но они живы. И, собственно говоря, я просто объясняю процедуру. Можно говорить, какой кошмар, а можно говорить, вот такая процедура. Попробуйте ее изменить, а потом люди появляются, а потом оказывается, что они на поле боя потеряли сознание, их выволокли, они там даже не в плену, а потом окажут, что они в плену. Я знаю, как в списке по плену, подождите, подождите. Там люди называют себя другими людьми. Зачем? Офицеры называют... Офицеры скрываются, офицеры называют, да. Попали в плен, но до сих пор считается попасть в плен позорно, еще с советских времен, да. Пленные вообще враги народа. Мы это тоже помним, был приказ Верховного, я имею в виду во время Великой, в 41-м году. Пленные враги народа, изменившие Родину. И, собственно говоря, одна из причин такого объемного количества советских граждан, которые вступили вот в Ласовскую армию, да, там, с людьми, которые, ну, там, с инфраструктурой до миллиона, считают историки, с инфраструктурой. Люди боялись попав в плен, что они уже враги народа. Это одна из причин. Путин, как-то, мне кажется, он вернул нам вот историю, возможность заново обсуждать 41-й год. Конечно. Вам кажется, этот кейс с власовцами, он будет пересмотрен сейчас? Так он сам назвал, подожди, он сам говорил, он сейчас, будучи на 80-летие прорыва, он сам вспомнил про Власова и про тех русских, да, он говорил, что были там разные, там, перебегавшие национальные, но были и русские, это был наш позор. Да, были, в армии Власова тоже были. И, нет, пересматривать не будут, это такая история, она исторически обсуждаемая, но все равно это измена присяги во время нападения на твою страну. Ничего не сделаешь. Какие у вас ощущения от этого выступления Путина? Да нет ничего нового, это все почему-то ждали меня, меня просто в среду закидали, когда я сидел в софт-шопниках. Что будет, что будет. Что будет, что он будет говорить. Я говорю, ничего не будет, ничего не будет вообще, ничего не будет, потому что есть вещи для, ну, насколько я знаю, Путина, может, он изменился, где раскладывает по разным коробочкам необходимость анонса каких-то вещей. И просто вот поверить, что он вот на кладбище там объявит войну, это ему не... он делит это, он делит это инструментарий. Было очевидно. И опять был прав. В очередной раз, уже устал от этого. Да-да-да, Алексей Алексеевич. Ну, хорошо, хотел вспомнить историю с Чечнёй, что там в 1994 году, там же у Дудаева, у него был охранник, который от него отпочковался и начал тоже набирать заключённых в своё... Не было. И на самом деле это вот то, что называли полевые командиры. Эта история, она и на Ближнем Востоке есть, когда началась, там, Израиль, Арабский, все эти войны. Освобождали также заключённых в России. Да-да-да-да. Ну, там все армии проходят, поэтому... Ну, и палестинцы тоже. Нет-нет, ну, это понятная история. Да я напомню ещё раз, что был указ Зеленского в марте месяце о том, что те... Там какие-то ограничения, конечно, были, надо посмотреть, но те, кто готов там искупить, уголовники, могут вступать или в территориальную оборону, или войска тоже было. Там речь шла про людей, которые имеют военные специальности. Ну, она все имеет военные специальности. Дело не в этом. Дело в том, что в Украине это было сделано... И они вступают в ССУ, они не находятся в некотором... Так вот, я говорю, дело в том, что это было сделано законно через указ президента Зеленского. Процедурно понятно. У нас до сих пор непонятно. Эти люди, они вот вышли, они помилованы. Помилование – это акт индивидуальный, это не амнистия. Это отдельно ты пишешь, там регион поддерживает, комиссия поддерживает, там президент. Указ. То есть, если бы верно говорить, что у Пригожина там 40 тысяч заключенных, как бы, ну, не знаю, 30-40 тысяч, значит 30-40 тысяч указов. Они индивидуальные. Они их нет на указах. Они, может быть, секретные, может, не секретные. Секретный указ по помилованию – это тоже. То есть, осудили публично, а помиловали секретно. Это как-то вот решение суда, оно же публичное. Вот не знаю секретное. Безопасность, Алексей Алексеевич, на фронтах этих людей. Вот этих, Евгений, нужных. Они идут под обстрелы в безопасность? Чего ты сейчас сказал? Ну, есть это у нас же бюро, это вредно. В любом случае, в любом случае это не оформлено законно было. Или оформлено потом законно, потому что для того, чтобы человека выпустили из лагеря, надо пройти некая процедура. Еще раз повторяю, установленная, опять же, Путиным. Поэтому, на самом деле, разница между привлечением уголовников в украинскую армию или привлечение уголовников в ЧВК в АГНР, это разные процедуры, та законная. Она может нравиться, может не нравиться, части украинского. Но это их дело. А здесь она незаконная. Да, но у нас вот очень много комментариев в чате. Про? Ну вот про эту историю, потому что вы часто пролилили, про то, как рекрутировали из тюрем украинцев. Ну и что? Люди пишут, вот нет у нас с боевым опытом, нет у нас тех, кто уже был, кто был в АТО, нет у нас тех, кто участвовал в романах. Ну хорошо, они осужденные уголовники. Еще раз. Еще раз. Все правильно вы говорите. Мы говорим сейчас, мы же не говорим по каким статьям. Мы говорим, что да, используем. А принцип рекрутинга. А принцип рекрутинга там один указ президента там, и непонятки здесь. Непонятно, что. Вот в чем разница, а не по каким статьям. Зеленский усомнился в существовании Владимира Путина тоже по итогу его вот этого выступления. Как он сказал, на хромакее. А я, ты знаешь, я давно не видел Матвея Гонопольского. Я вижу его все время на хромакее. Его тоже не существует. Может, это ИИ? Белковский-то у нас точно уже признал, что он на ИИ. Слушайте, ну, политика, ну хорошо, политика, декларация, ну хорошо. Усомнился, усомнился. Имеет право усомниться, имеет право усомниться. Ну, пусть усомневается, какая разница. А политически вот что это было? Это же какой-то такой вброс на уровне клона Путина. Вот, знаешь, серьезные политики пожимают плечами. Я разговариваю с послами здесь, да, и когда езжу, да. И когда я там один раз там за столом сказал, ну, вот, а что вы думаете про двойников? Мне в прямой было сказано, какая разница, мы говорим о политике этого человека или этих людей. Что двойник закончил войну, вывел войска? Нет. А тогда какая разница, Путин он, Шутин или Мутин? Какая разница, Алексей, что мы тут обсуждаем? Главное, чтобы не Кац, Шац или Альбац, потому что, понимаете, что эти носатые евреи, я такой очередной. Я так думаю, что на самом деле было бы хуже, посмотрите на Нетаньяху или Лапида. Мало не покажется, да. Алексей Алексеевич, про конфуз, может быть, Лаврова. Конфуз, кого с кем? Нет, слушайте, с Каблором все понятно. Вот я вам тут готов объяснить. Лавров в этом вопросе, как и абсолютное большинство людей, которые его возраста, никогда не считал еврейский окончательный вопрос или Холокост чем-то отдельным от истории Великой Отечественной войны. Так не было в Советском Союзе. Я учебники знаю, я преподавал. Это был один из вопросов. Ну, они уничтожали евреев, цыган и всех славян. Что это такое? Так не преподавалось. Так не знаю, Холокост не был отдельной историей. Не понимаешь? И поэтому у них это. А что такое я сказал-то? А помните, как Захарова на меня обозлила за то, что я мотивировала, что правильно выплачивают жертвам Холокоста, но не всем нашим блокадникам, например. Это вопрос. А что такого-то? Я помню истории, когда объясняли, что в Бабемьеру не только евреев расстреливали, а всех киевлян, которые были против. Да, о чем вы говорите? И история с Холокостом для советских людей открылась только в эпоху Горбачева. Серьезно? Да. Обалдеть. Не было Холокоста в школьных учебниках. Не было Холокоста в учебниках вузовских. Его не было. Это было отдельное. Это было отдельное. Ну, как? Ну, фашисты, они звери. Они всех уничтожали. И это осталось в голове. Напишите нам в комментариях, если вот у вас так преподавали в школе, если вы советский. Да, это не было. Слушай, я преподавал будешь учебникам. Я-то знаю эти учебники. Ну, какие вам спускали, может, мы откуда знаем. Нет, учебники советские были один. Может, у вас особенные были. Один. А может быть, вы свой написали. Я преподавал с 78-го по 98-й. Ну, вот как раз. Как раз я видел, как менялись. Слушайте, это вот такое видение. А что такого я сказал? Я вас уверяю. Какой он не антисемит? А что? Ну, это же они всех уничтожали. Да не обязательно. Просто сейчас вот то, что стало известно, конференция Ван Зей, когда реально было принято решение уничтожать именно этнически. Просто уничтожать. Потому что раньше были, давайте их вышлем, давайте их на Мадагаскар, давайте их туда. Уничтожать. Когда лагеря стали лагерями уничтожения, а не концентрации. Это разные лагеря. Это вот Ван Зей. Я вот написал, что может Сергею Викторовичу чего-нибудь про Ван Зей прочитать. Может, услышат нас. Дайте ему прочитать фильм. Покажите ему про Ван Зей. Где конкретные решения по конкретной нации принимались. Схибер, я до сих пор так считаю, что фашисты всех уничтожали. Нет, вы можете считать как угодно, но мы говорим о решениях. Кстати, вот там говорят, нельзя пересматривать решение Нюрнбергского трибунала. Ну вот вам, пожалуйста, посмотрите, что Нюрнбергский трибунал принимал по еврейскому вопросу. Отдельно. Отдельно. Слушайте, они сейчас сами отменяют свой Нюрнбергский трибунал, потому что там те же самые преступления Советской Армии, которые они пытались преподнести как немецкие, и они же как-то вот под ковер сначала взлетались. Там очень интересно есть изданы то. Во-первых, это документы Советский Союз и Нюрнбергский трибунал, где впрямую, там очень интересно, Сталин всегда называется словом инстанция. Инстанция? Инстанция. Инстанция сообщила, сообщить инстанции. Инстанция приняла решение. Это не политбюро, это Сталин. И там как раз есть один из документов о том, что раздается команда советской делегации в Нюрнберге договориться, и договорились с англичанами, американцами и французами, что мы не трогаем вот эти вопросы, а вы не трогаете вот эти вопросы, в том числе и Катынь. Это просто была договоренность, это документ, сговор, если угодно, для союзников, для того, чтобы это просто не упоминалось. Да, они хотели инкорпорировать вообще, наша страна хотела инкорпорировать, чтобы это было в обвинении. И это даже какое-то время было. Случилось наоборот. Наши не хотели это поднимать, но когда немецкие адвокаты стали говорить о том, что давайте вызывать этих, что это не мы, тогда было принято решение повернуть ее. И только тогда уже в ходе процесса начали туда направлять людей из этой комиссии, которая признавала, что это немецкие солдаты, фашистские солдаты устроили Катынь. Это такая история, это такой мощный нюрнбергский процесс и Советский Союз. Но самое интересное, что Советский Союз единственная страна союзников, где не было на русском языке изданной стенограммы все. На английском есть, на французском есть, на немецком, естественно, есть, на русском нет. Не изданная. До сих пор? До сих пор есть сайт, который называется «Милитарий». Может быть, подскажут наши слушатели, которая начала перевод всех. «Милитарий». Какой-то очень известный сайт, забыл. Напишите, если знаете, в чате мы будем следить. Алексей Алексеевич, у меня это ощущение, что Запад, в частности США, стали меньше бояться, в том числе ядерного удара со стороны России. Мне кажется, это выражается и в увеличении поставок вооружения, в том числе и наступательного, и в таких заявлениях, как мы поддерживаем Украину, в намерении вернуть территорию, включая Крым. Да, в этом заявлениях ничего нового, а в поставках, да, мы находимся накануне военной эскалации. Мы видим, что обе стороны к этой эскалации готовятся. В российской стороне это видно с назначением Герасимова и определенным передвижением войск. В украинской стороне мы видим с требованием поставок. Эти поставки сегодня на базе «Раймштайн» будут обсуждаться двадцаткой союзников Украины и будет устанавливаться список и сроки поставки, в том числе, возможно, тяжелых танков «Леопард-2». Я не буду сейчас говорить про конкретные технические возможности, но меня высмеют и правильно сделают. 14 танков – это много или мало? 44 танка – это много или мало? А сколько вообще танков? А в России сколько танков? 12 тысяч. А в Украине сколько танков? 2 тысячи. Накануне конфликта я имею в виду. Я не специалист, но да, эскалация здесь, я знаю почему, потому что, сейчас скажу вещь, которая не понравится, Западу война надоела. Западные политики видят, в отличие, может быть, от нас, то раздражение, которое вызывает продолжающиеся военные действия. Потому что это затраты для западного налогоплательщика, это большие затраты, оппозиция в разных странах занимает по-разному, Путин на это делает ставку, я уже говорил. Поэтому они хотят, чтобы военные действия закончились в 2023 году. Говорить что-то другое, кроме того, что мы будем поддерживать Украину до конца, они не будут и не могут, но это очевидно, и это они всегда говорили. Поэтому здесь ничего нового нет. Но с новыми поставками, конечно, это означает, что мы будем иметь эскалацию военную, не политическую, военную эскалацию в течение ближайших месяцев. Очевидно. А вот эти вот фотографии и видео с установкой ПВО на крышах в Москве, это даже история? Я еще не получил подтверждения. Я вообще на все, что там публикуют всякие наши коллеги, вернее, не коллеги, а просто слушатели из Твиттера и там откуда-то. Просто прохожие. Мы уже видели такие приказы о мобилизации, такие же на бланках, да? Вот. Мы знаем, что я знаю, да? Вот я посмотрел все эти фотографии, конечно. Значит, всего две точки в Москве. Это панцирь. На Министерстве обороны. Мы можем говорить? Ну, это же опубликовано уже. Ладно. Но это то, что я вижу, я не знаю, фотографии подлинные или нет. Поэтому я вот за... Если за сегодня узнаю чего-нибудь, то завтра скажу. А если не узнаю, то я не скажу. Ну, ну, да. Да. Ну, слушайте, еще раз. Когда я говорю, что это война, да? Это же не стрелялки компьютерные. Это же не стрелялки. Так же, как с ракетой в Днепре. Это не стрелялки. Это война, где гибнут огромное число гражданских людей. Все уже забыли. У нас официальное число погибших в Великой Отечественной. Ты меня, Лис, возвращала к Великой Отечественной. 27 миллионов. Да? А сколько на фронте погибло? 8. Это что значит? 19 миллионов гражданских погибло. Это значит, 70% от погибших в Великой Отечественной войне, 70% жителей Советского Союза погибших, да? Это гражданские. Это вот тогда. А сейчас война находится на уровне, вот сейчас написал один из американских аналитиков, написал на уровне Второй мировой. Окопы, артиллерия, танки, это не космические дела. Понимаете, да? Это не те стрелялки. Это просто вот летают ракеты, летают снаряды, бьют по гражданскому населению, да? И это будет продолжаться. Потому что такая война. Про Непр комментировала наша страна, что, мол, не надо размещать ПВО. И мы сами размещаем, да? Ну вот, ну вот, да. Ну а как размещать, если у тебя в дрон летит? Где ты его будешь размещать? А еще раз повторяю, я человек не военный, поэтому я не знаю, где чего размещать. Если стоит вопрос о безопасности населения, да, то и размещайте там, где вы считаете, что это увеличивает безопасность гражданского населения. Потому что это ПВО, это защита, а не нападение. Про удар в Днепре. Объясните мне принципиальную разницу. Не в степенях виновности, а вот принципиальную разницу. За что хейти человека, если он сказал, что ПВО сбила? Да, вот я разговаривал с одним европейским послом, буквально вот мы сидели, и он сказал, а я с ним согласен, что, говорит, ты понимаешь, ну вот по большому счету не важно, не важно, сбил, вообще русские ракеты не должны над этим городом, ни на каким летать. И никакие российские ракеты не должны летать над Украиной. А все остальное последствия, я с ним согласен. Это раз. Поэтому я говорю, что мое понимание, армия должна уйти в казармы приписки. Это раз. Это делай раз. И это делай раз. Но у президента другое видение. У верховного главнокомандующего. За что хейтить человека? Я думаю, что на самом деле я-то узнал про то, что Арестович это сказал из BBC. Это не из российских СМИ пропагандистских, не из украинских, там, противопорошенко, там, Зеленского-Попорошенко. Не знаю, это их внутреннее. Я узнал от BBC, потому что это опубликовали все. Это опубликовали все. И я думаю, что это повод для того, для части украинской элиты, для того, чтобы избавиться от Арестовича. Это повод. Он им настолько мешает? Он стал, он играл ту же роль, которую играл в марте-апреле, где это было важно и выгодно. Как правильно вчера сказал Пастухов, он играл роль Кашпировского для украинского населения. А теперь, когда Украина перешла в контрнаступление, он, видимо, не перестроился, стал, видимо, мешать внутри. Или стал слишком популярен. Это внутриукраинская история. И, конечно, когда коллеги из РБК, по-моему, обнаружили, что он внесен в базу миротворца, был год назад. Да, да, да. Год назад. Не за это, год назад. Какой принцип тогда вообще причисления? Это внутриукраинская история, которую мы не очень хорошо понимаем, потому что, когда я разговариваю с коллегами, говорят, а где Порошенко, а где Тимошенко, это у тебя лидеры оппозиции, да? А где Яценюк? А где Кричко Мэр? Ну, все равно, а где они? Да, их нигде нет. Но это не замедлится. Украина демократическая сторона, и несмотря на войну, все-таки Зеленский пришел на демократических выборах, никто не оспаривал, что эти выборы были фальсифицированы, не фальсифицированы. Его политические противники с этим тоже согласились, что выборы были не фальсифицированы. Значит, есть разные интересы, есть разные взгляды на это, и внутри мы их не видим. Под коркой войны мы их не видим. Но это внутриукраинская история, которую мы сейчас не видим, потому что у нас нет возможности видеть это. Тома пишет, а Гонопольский так не считает. Прокомментируйте, пожалуйста. Напишите, как он не считает, что Арестович какой-то отдельный политический. Я не могу комментировать в ответ. Во-первых, я его не слышал. Во-вторых, по Арестовичу, я сейчас говорю, он очень талантливый человек. Я понимаю его пропагандистскую роль. Я очень хорошо понимаю его пропагандистскую роль. Но, видимо, сейчас для большинства там сейчас начинают говорить, что некий Кирилл Тимошенко, который, такой Громов в администрации, тоже будет уволен. Это означает, что они меняют информационную пропагандистскую историю. Возможно, если Тимошенко будет уволен, он со времен, с 19-го года Кирилл Тимошенко отвечает за информационную политику в офисе президента, там, замглавы администрации. Был и сейчас. Поэтому посмотрим. Но меня, честно говоря, вот я этому не придаю большого значения. И еще раз повторю, это внутриукраинская история, с моей точки зрения. Светлана Кацуба спрашивает, просто любопытный комментарий, а может ли это наоборот быть, чтобы освободить руки Арестовича, чтобы он мог больше говорить? У него свободные руки, но когда человек говорит, что он советник офиса президента, значит, у него есть эксклюзивная информация из офиса. Когда у него есть статус, даже внештатный, никто не помнит, что он внештатный. Это просто его мнение более весомо, когда выходит человек. Вот эта история с мобилизацией, да? Ну, там слухи, 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 будет новая волна. Потом выходит министр обороны Украины и говорит, 5 января в России вторая мала. Естественно, потому что это украинская разведка. Он не может просто так прийти, как человек, там, политолог в кавычках, сказать, я знаю, у меня связи с Кремлем, украинские нет. Это хоть министр обороны. Это вам не шутки. И сегодня очень интересно у Фарида Рустамова, российские журналисты, которые сохранились, как я понимаю, какие-то серьезные связи, может быть, не в Кремле, но в регионах, объясняет, почему мобилизация с ее точки зрения маловероятна в течение ближайших недель. Почему? Она говорит, что они говорили с... Дело в том, что это очень интересный ее подход, я к нему присоединяюсь. Я ее критикую иногда, потому что я вижу, где-нибудь... Но тут я понимаю. Значит, никто не обратил внимания, что на первую волну мобилизации отвечало Министерство обороны. И провалило ее. Значит, после этого Путин издает распоряжение, что теперь мобилизацию осуществляют губернатора в регионе. Для того, чтобы губернатор изучил мобилизацию, знаете, сколько людей, сколько ресурсов, да, это собрать, накормить, перевезти, да, то есть огромное число подчиненных про это должно знать. Так вот, из четырех регионов они посмотрели, нигде никаких распоряжений типа там, готовьте эшелоны или готовьте шинели или готовьте пайки, да, нигде не проходит. А это требует двух-трех недель. Такая концентрация гражданских, понимаешь, да? Вот это она, я считаю, что это для меня это аргумент. Во-первых, вас управляют в чате, что Кирилл Тимошенко отвечает за региональное партийное строительство. И где мы ее видим в последний раз? Оригинальное партийное. Какой партии? Какую партию? Вы знаете, когда я запросил интервью у Зеленского, меня перенаправили к Тимошенко. Так, на секундочку. И я знаю, что этот вопрос, ну, во всяком случае, с начала войны курировал Тимошенко. А по поводу Гнопольского правил, он комментировал, что Арестович начал свою предвыборную кампанию. Возможно. Но это же внутренняя кампания Украины. Это же ничему не противоречит. Но вы же понимаете, что в условиях военных действий, войны в Украине либо будут отменены президентские выборы в соответствии с законом Украины, в соответствии с законом. Там военное положение. Не, ну, понятно. Зеленский такой весь образцовый демократ, либерал. Ну да, кто тебе это сказал? Ну, не надо. С одной стороны. А с другой стороны, если будут выборы Зеленские выставиться, он победит, конечно. Сейчас он символ нации. Поэтому, ну, пусть Арестович объявляет. Но я думаю, что это их внутренняя история. Я в ней плохо понимаю. Возвращаясь к Нюрнбергу, Европарламент объявил, что будет создавать трибунал. Нет, Европарламент не объявил, что будет создавать трибунал. Он не может создавать трибунал. Примяли резолюцию о создании трибунала. Он принял резолюцию о том, что необходимо создавать трибунал в согласии с ООН. Желательно в согласии с ООН. Да, вот. Но признал, что условия для этого еще не созданы. А кто может создавать трибунал? Ну, конечно, ООН. Нет, трибунал может создать отдельно Украина или отдельно Албания. Это не вопрос. Любой может создать трибунал. Но история заключается в том, что международный трибунал, значит, конечно, сейчас после создания ООН, как создавался в Нюрнбергске, он не было, но все трибуналы по региональным войнам, такие как трибунал по высшей Югославии или по высшей Руанде, создавался Организация Объединенных Наций, в частности, Советом Безопасности, где в России правовед. Значит, конечно, наверное, можно чего-то там себе придумать, но это не Европарламент. Европарламент высказал интенцию, что, конечно, по военным преступлениям надо создавать трибунал по военному конфликту. Ничего нового в этом нет, повторяю, как по Руанде, так и по высшей Югославии. Подождите, правильно ли мы понимаем, что это означает, какое условие для создания... Политическая история это. Это не юридическая еще. То есть это невозможно сделать внутри вот этого текущего нашего... Пока нет. Они будут искать через Генассамблею, может быть, как-то иначе. Но я еще раз говорю, что очень важно в этой войне, чтобы каждое кажущееся преступление... Еще раз, кажущееся преступление было опубликовано, зафиксировано и расследовано. Если есть следователи трибунала международные, это одна история. А если есть там СБУ, это другая история. Приведу вам пример. История с ракетой в Днепре. Мы, правда, не знаем еще точно, но тем не менее. СБУ опубликовало список военных, которые в этой самой 52-й, там, какой-то там бомбардировочного полка или, не помню, дивизии и так далее. Коллеги из важных историй прозвонили и дозвонились. Вот человек, который назван в списке СБУ Штунг, говорит, подождите, я уже три года как не в армии, у меня травма головы. Он уже назван. Это все надо проверить. Кто это должен проверять? Это не первый случай, поэтому расследование, это очень важная вещь. То, что коллеги из важных историй сделали, это очень важная вещь. Очень важная вещь. Потому что расследование должны делать не Twitter и Facebook, а профессиональные исследователи. И я как раз всегда говорю, что вот, когда мне говорят, что Bucci это инсценировка, я говорю, окей, ну пусть профессиональные исследователи, если это инсценировка, надо наказать организаторов инсценировки им являться. А если это преступление, то это, наконец, тех, кто их совершил. И очень интересно, все я обращаю внимание, наша коллега Лёля Серветас сделала интервью с Карлом Дель Понте, бывшим прокурором и расследователем. Посмотрите. Мы просто хотели позвать её ещё в наш эфир. Позовите, она рассказала. Я думала, что она рано, рано ей, очень рано. Разбудим, ничего. Мне бы сказали. Смотрите, она сделала интервью с последним живым обвинителем Нюрнбергского процесса, 102-летним, из больницы. Но вообще сделала интервью. Что такое военное преступление? Какие технологии? Как это применять? Потому что одно дело это всё обсуждать эмоционально, а другое дело обсуждать юридически. Трибунал – это слово юридическое. Расследование юридическое. И это надо делать. И ещё раз для тех, кто плохо слышит. И это надо делать. Надо понять, что где когда происходит и кто виноват. Конкретно. Американские власти собираются начать передавать Украине часть активов российских бизнесменов. Как оцениваете этот прецедент? Ну, я не знаю, что это такое. Как они могут это передавать? Это просто страшно передавать. Она опять юридическая подкладка, потому что они пойдут в суд, и американские власти на это пролетят. Суды, как мы видим, действительно независимы. Буквально вот эта история, когда... Сейчас опять разблокировали средства. Ещё одного человека. Суд в Швейцарии. Это суды, понимаете? Это суды. Поэтому для того, чтобы передать... Да, у нас тоже. У нас конституция выше всего. Потому что... Нет, дело не в этом. Дело в том, что там суды. Они могут быть такие-сякие. Они независимы от исполнительной власти. И на исполнительную власть можно подавать суды. Нельзя просто взять и передать собственность. Для этого нужны основания юридические, очень серьёзные. Поэтому это может случиться, если эти основания будут найдены. Они ищут их. Это правда. Все ищут. Но пока не нашли же. Но представитель Минюста США говорит, что переводы к Госдепартаменту пройдут в ближайшие недели, первые переводы, и месяцы, после чего средства направят Киеву. Ну, пусть делают. Основания надо посмотреть. Как вы считаете, у нас, кстати, будут конфискации? Вот та же самая история. Да, я как раз хотела на это жеркать. Та же самая история. Конечно, будут. Уж у нас-то точно будут. А у нас 60% проголосовал, чуть меньше. 58. Да, и вот 30... Нет, скажем так, давайте так. Это вполне возможно. Это вполне возможно. Мы это видим по обсуждению. Можно такие вещи. Ну, слушайте, если абсолютно внеюридическое понятие иноагентуш, извините. Да, когда говорили, что это просто марка, а теперь иноагенты поражены в правах, вопреки Конституции, и никто в наш Конституционный суд не пойдет, понятно почему. Потому что это часть администрации президента сейчас, с моей точки зрения. Так вот, почему нельзя конфисковать? Конечно. Если можно людям запретить читать лекции, почему нельзя конфисковать у них квартиры? Уж конфисковать квартиры легче, чем запретить лекции. Просто это так... Подождите, как-то не складывается. У нас предлагали как-то заманивать обратно айтишников, возвращать вот эти сотни тысяч людей. У нас так, потому что это нервная история. Ну, кто-то, наверное, возвращается, кто-то нет. Ты их видела, совет Сачкова? Да, это самое смешное, что Сачков, да, из тюрьмы. Это смешно и грустно. Безопасность, некую гарантировать и свободу айтишникам. Хорошо, самая нашумевшая тема этой недели – это интервью Оскара Кучера. Да, три часа жизни я на это ушел. Вчера с Дудем переписывался, написал ему, ты молодец. Слушайте, 14 миллионов просмотров. Такого не было со времен интервью Тинькова 8 месяцев назад. У Дузя на канале не было. У Дузя такого не было. Все до 10 миллионов. Почему? Куда это попало? И Парфенов меньше, и Муратов меньше. Какую точку это попало, болевую? Это попало внутреннюю точку, что часть того, что говорит Кучера, людям кажется, что они это уже слышали от своих близких. Не от пропагандистов, а от своих близких. Это болезненная история. И я повторяю, я-то считаю, что Кучера во многом представлялся. Сейчас объясню, у меня был приятель, такой Александр Заяц. Он был студентом, когда я был студентом, он был студентом в ГИКа. И мы однажды вечером с компанией шли, нас остановило тройка пьяных милиционеров. В Советском Союзе это было. Документы. Ну, значит, он вытаскивает свой студенческий билет, там, значит, государственный комитет кинематографии. Артист! А ну, прикинься! Вот Кучера прикидывался во многом. Конечно же, он оправдывал себя, но было видно, вы посмотрите на его, выключите звук, посмотрите на его Мико. Он чувствовал себя на сцене профессионально, да? Он так размахивал руками, он так вертел головой. Так все актеры дают интервью. Конечно. А ему-то это зачем? 14 миллионов. Кучере это надо? Конечно. Подождите, а его захотели с обеих сторон? Затт-патриоты его начали подвергать? Плохо только некролог. И то неизвестно, кем подписаны. Если подписаны Леонидом Ильичем Брежневым, это совсем хорошо. А вот, поэтому на самом деле, во-первых, то есть он преувеличивал, да, он сделал такое увеличительное стекло для того, чтобы объяснить свою позицию. Да, он так прикладывал, ты видишь огромный глаз, огромный язык или огромное ухо. Это раз. Во-вторых, он действительно вращается в среде, в котором это все обсуждается вот в таком разрезе. Это действительно так. Ну, это действительно так. И все эти аргументы, они у него не из телевизора. В том-то все и дело, что они у него не из телевизора, они у него из разговоров бытовых. У него бытовой слог, если вы посмотрите. Ну, он там, девушка из Италии, блогер из Италии позвонил, друг сказал. Так это бытовой слог. Это бытовой слог. Это не по телевизору. Это вот, он же, не знаю, Соловьев говорит. Он же это не говорит. Я телевизор не смотрю. Да, или там Путин. Он даже говорит, Путин говорит. Он говорит, что Путин сошел. Это же актерский прием. Ты что, правда считаешь, что Путин сумасшедший? Хорошо. А помните, вот в начале Первой мировой войны тоже все это нагнеталось? Слухи, образы, все эти. Погромы были. А погромы были немецких лавок. В начале Первой мировой войны в Москве и Петербурге были огромные погромы. Шла толпа и громила, потому что это шпиены. И это очень важно. Мне кажется, что интервью с Кучерой, это такой маркер. Это не какой-нибудь там пропагандист. Если бы у Дудя был бы там условный Соловьев или даже Серега Марков, которого надо наконец позвать сюда. Меня все время спрашивают, почему его нет. Сережа, он человек хитрый, понимаешь? Он тоже актер. Но это было важно, что это не пропагандист, а такой как бы обыватель. Кучера обыватель. Он играл обывателя. Ну, а ты что, разве отказался, если бы у твоего сына был американский паспорт? А у него это связано. Обыватель так думает. Ну, хорошо. И хорошо. И джинсы должны быть американские. Они на рязанской фабрике, думает обыватель. Это очень точное попадание. Отсюда 14 миллионов. В комментариях писали, я не видела ваш вчерашний эфир с Пастуховым. И вот со слов комментаторов, Пастухов считает, что да, он актер. И могу ошибаться, могли неправильно там написать, допустимировать. Да, он актер, и он скорее подлец, но просто он маскируется специально под такого дурачка. Ну, возможно, и так. Мне же, смотрите, правда в глазах смотрящего. Уже не важно, что он имел в виду Кучера, важно, как вы это воспринимаете. Как вы это воспринимаете, так и правда. Каждый отдельно и по-другому. Поэтому Владимир Борисович воспринимает это так. Последим, наберет ли он какие-то политические очки. Мне что-то кажется, что его и в этой з-тусовке пошлют куда подальше, потому что он и паспорт американский имеет, и вообще, говорю, мобилизация. Кучера с маленькой буквы. Ну, прекратите еще раз. Дело не в Аскаре Кучере. Аскар Кучера хэштег в одно слово с маленькой буквы. Это образ, повторяю, обывателя, с которым вы сталкиваетесь каждый день с кассиром в магазине, с таксистом, с девушкой, которая выдает ему МФЦ какую-то справку, просто в разговор в троллейбусе, просто в разговор в фойе театра, вот с этим на лестничной площадке, в школе, в медицинском учреждении. Вот что показал вам Кучера. Он, может, это сделал не специально, но это воспринимать надо ровно так. Это все узнаваемо. Узнаваемо для вас. Потому и 14 миллионов. Еще про Кучеру хочешь? Нет, я наоборот. Я хотела про... Пожалуйста. Забираю, забираю, забираю. Ладно, про международные другие неудачи. Вот Давос без России вообще. Я не следил, честно говоря. Нет, я про наших чиновников реакцию Медведев. Он буквально же проговорился. Он говорит, что жалко. Опять жалко. Ну, Медведев. Там типа экономику обсуждали. Вообще было прикольно. Обсуждали. И вообще Москва была хорошая. Тусили неплохо. Да, да, да. Про тайный визит директора ЦРУ в Киев что думаете? Ничего не думаю. Бернс человек, во-первых, который очень близок к нынешней головке администрации. Можно сказать, что он вот Салливан, помощник по нацбезопасности Блинкен и Бернс, это вот и Байден. Это вот та четверка, которая по Украине главная. Поэтому, ну, был тайный визит в Киев. А до этого был тайный визит в Стамбул и встреча с нашим главой СВР, с Нарышкиным. Это очень интересно, что связь России и США идет по силовым линиям и прежде всего по разведывательным линиям. Поэтому, ну, был, да. Ну, и что? Что можно сказать? Ну, был, наверное. Что-нибудь говорили, наверное. Про историю банкира Киреева. Это история невероятно интересная. Всем рекомендую почитать. Денис Киреев. Наберите, прогуглите. Это человек, который по просьбе, соответственно, управления, главного управления разведки Украины. Нет. Это ГУР. Это как наша ГРУ. Это военная разведка от Министерства обороны. Он, в том числе, был после начала войны. В Беларуси шли переговоры между российской делегацией, украинской делегацией остановить это все. И он был по просьбе там. Да, то есть это человек, который доверенный. И он возвращается, его арестовывает СБУ, через 90 минут находят его труп с пулей. СБУ объявляет его врагом и шпионом, а президент Зеленский на похоронах награждает его медалью. Это показывает о том, как в первые дни войны все смешалось у них. Все смешалось у них. И это такая история. Очень важная. Надо вспомнить о том, что вся верхушка СБУ в марте-июне была уволена. Даже близкий друг, личный друг Зеленского, который сдал СБУ, был уволен. И надо вспомнить о том, что генерал Залужный говорил, сколько генералов он отстранил. Один из них застрелился даже. То есть там в верхушке происходили некие события. Об этом историки будут уже писать. У них свои генералы Павловы. И, видимо, свои генералы Власовы. А с Валерием Нечаем мы об этом говорили. И он предположение высказал, что, возможно, Киреев жив. Это была как с Бабченко спецоперация. Его тело было найдено. Это было публично. Не знаю. Его хоронили. И, повторяю, две силовые структуры. Служба безопасности Украины говорит, что он шпион и предатель. Главное управление разведки говорит, что он патриот и агент. Ну вот. С той точки зрения, что он... Он жив для чего? Но он двойной-двойной агент, который вот так решили сохранить таким образом. Его и так бы сохранили, когда началась война. Он уже был официально в делегации Украины. Ну вот тот факт, что... Это ерунда, ерунда забыли все. Подоляк, да, который тоже имеет официальный статус советника президента, офиса президента. Он же буквально сказал, что мы недоразобрались. Какая мисскоординация у нас произошла. Ну, согласен с Михаилом Подоляком. А вот этот комментарий публичный, он как-то такой непривычный для нашей... Потому что это написала очень серьезная газета. Он написал Вашингтон-Пост, по-моему, или Нью-Йорк Таймс, про эту историю. И там все вопросы остались открытыми. Кстати, и вопрос о том, а что было на этих переговорах в Минске 28 февраля. Ничего не было. Ничего не было. А там сидит Резников, министр обороны. А кто сидит с российской стороны? А кто-то люди, которые в глаза Путина не видели годы. Кто сидит? Мединский, кто еще... Нет, 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 это не те переговоры. А не те переговоры. Это на четвертый день войны в Минске. На четвертый день войны. Что за переговоры? И тоже мы оставляем это для историков. Нет, не для историков. Почему? После этой статьи люди начали копать, что это были за переговоры. Мы тоже будем это... Но пока ничего нет. Ну, за четыре дня. Слушай, это же не Твиттер писать. Это в Твиттере я могу чего-нибудь написать. Сегодня в Рамштайне будет встреча по поводу дальнейшей поддержки Украины. Там все приблизительно понятно. Все понятно, но Нью-Йорк Таймс пишет, что, возможно, передадут такое вооружение, которое можно будет использовать на территории Крыма. Могу тебе сказать, что американцы уже опубликовали свой список, а там этого нет. А, там этого нет. Да, решили не эскалировать? Я не знаю, чего они решили, но очень интересно, что американцы говорят про Шольца, который самый аккуратный, что мы его понимаем. Он понимает, что стоит на карте. Говорит мой любимый американский спикер, за которым я всегда слежу, Нед Прайс. Нед Прайс человек, который как бы пресс-секретарь Совета национальной безопасности. Не Байдена, не Министерства обороны, не Госдепа, а там, где они все. Совет национальной безопасности. От имени Байдена он говорит, что Шольц понимает, что стоит на карте. Мы его понимаем и мы его поддерживаем. Но это опять повторяю, я не военный, 14 леопардов это много или мало, я не могу править ничего сказать. Вот у нас на этой неделе после Днепра появились такие стихийные мемориалы в разных городах, в Москве, у Панк Николесе, украинке. Очень трогательно. Вот вы рассказываете, старый циник, трогательно. Я старый циник. Вы старый мои пропустим, но я циник. Это обидно было, извините. Мы с Лизой поспорили, насколько это она говорит. Ну, в принципе, очень умеренные задержания. Там 4, по-моему, всего было эпизода. Ну, там, в общем, как я понимаю, это решение принимают городские власти. Это не решение администрации президента, там, условно говоря, или ФСБ. Ну, действительно, умеренно, на нынешнем фоне все умеренно, что умеренно. Да, нет, ну, цветы кладут, игрушки кладут. И это еще раз доказывает, что сострадание – это гораздо важнее, чем озверение. Да. И надо ориентироваться, да, на комментарии людей в соцсетях, которые, на мой взгляд, только боты оставляют. Какие-то жуткие просто были комментарии. Зачем на них ориентироваться? Зачем вообще их... Ну, ладно, потом расскажем. Жуткие, не хочу даже ориентировать. Не надо. Не надо. Ну, людоеды есть везде. Процент людоедов, я думаю, приблизительно одинаков в каждом уровне. А как стоит воспринимать то, что люди выходят к этим стихийным мемориалам, приносят цветы, игрушки? Кто воспринимает? Как следует воспринимать, на ваш взгляд, следует это воспринимать с точки зрения какого-то общественного самосознания, проявления какой-то активности? Я думаю, что это индивидуальное самосознание, это не по договоренности, они выходят, во всяком случае, то, что я вижу, да? Еще раз повторяю, что вот эта симпатия и вот это сострадание важнее, чем озверение. Ну да, да. Вы говорите мне, что есть многие люди радуются, что погибли гражданские там дети, но я думаю, что их значительно меньше тех, кто сострадает. Даже тех, кто поддерживает военную операцию. Пишет на Мантии, если узаконят конфискацию недвижимости, количество доносов на неудобных соседей вырастет, да? Конечно, конечно. В несколько раз, но подождите, гречи-то идет об уехавших, которые как-то и так высказались. Ну, значит, количество доносов на то, что уехавшие как-то высказались, даже ложных доносов будет больше. На прошлой неделе вы не стали комментировать увольнение Дмитрия Назарова, потому что еще не было до конца ясно, потом все-таки верифицировалось это. Вадим Верник подтвердил. Я не готов здесь фантазировать, но я просто хочу сказать, что я надеюсь, что Ксения Ларина, которая в этом понимает лучше, чем я, в театральной среде, разберется и расскажет нам, Ксюша, о том, о чем все-таки говорили, как они говорили, Хабенский и Назаров. Почему Назаров не говорит «позор Хабенскому», а почему Назаров не говорит «меня уволили незаконно», а почему Назаров не говорит «я хочу знать, что случилось», то есть мы видим последствия, я хочу знать процесс. Но мы знаем некие причины следственной связи, мы знаем, конечно, за позицию публичную антивоенную позицию, думаю, да, но хотел бы подтверждение это от Назарова. Вопрос, почему из-за вот этого театра большого, театра дома, ни один из актеров не встал на сторону Назарова, не уволился, я просто не понимаю. Так мы не знаем, какие там, я тебе говорю, я тебе еще раз говорю, я тебе еще раз говорю, что я считаю, что в стране происходит культурная революция или контрреволюция, когда то, что было стыдно и говорилось там тихо на кухне, теперь стало можно говорить, и более того, это дает бенефиты. А то, что считалось правильным, теперь говорится тихо и на кухне или не говорится вообще. В этом культурная революция а-ля 66-й год, вот в этом, да, в изменении вот этой истории, она не первая культурная революция в нашей стране, я подсказал уже четвертая, но она сейчас происходит, и история с Назаром, я имею в виду с актерами, это та самая история. Ну слушай, а сегодня приходит, значит, что Вильнювский театр, бывший русский театр, там снимает там Морозко, снимает там все, да, снимает там Левшу или что-то там снимает, ну что и никто из актеров, которые там играют, тоже ничего не говорит. Это такая среда. Ой, мы сравниваем эти вещи. Нет, я не сравниваю, я просто говорю, что идут процессы, которые надо осмысливать, а не просто их. А есть Беларусь и Купаловский театр в Беларуси, который в 20-м году покинул вся труппу на фоне протестов, и там назначили какого-то приспособленца сверху, и он не может набрать труппу. Вот это, я понимаю, корпоративная солидарность, просто восхищаюсь опутсменом. Не могу ничего требовать от людей, которые находятся здесь, надо требовать от себя, да, прежде всего. Это точно. Это надо требовать от себя. В 12.30 вы куда направляете Алексей Крюшевский? Куда, куда ты меня послала. Провокатор, провокатор. Куда ты меня послала, туда я и направляюсь, да, действительно. Звучит не так, словно. Лиза вас куда-то в неприличное место отправила. Нет, почему? В очень неприличное. Ну, действительно, старая договоренность работает. Я через полчаса буду на стриме у Олега Кашина. Приходите туда, обращаюсь к нашим зрителям, те, кто захочет, потому что Олег ведет по-другому, чем Лиза и Лиза, и, может быть, будут другие вопросы, а может, у меня раскрутят на что-нибудь другое. А может быть, он сейчас скопирует все, что мы спросили у вас, и спросит заново, чтобы сравнить ответы. А может быть, да, но со мной такие штуки не проходят, у меня, я, конечно, старый, но память у меня отличная. И как учила бабушка, никогда не надо врать, потому что ты в своем вранье запутаешься, а правда всегда одна, ты ее повторяй. А вранье ты забыл, что ты соврал, кому соврал и где соврал. Ну, это надо хорошую память иметь. Я записываю, что я кому соврала, поэтому на руке. В 15 часов давайте сразу расскажу. Ну, знаете, еще у меня просьба, сейчас извини, если по книгам пошли, мы продали всего нового Акунина. Вчера я объявил 21 на Пастухове и 200. Вот если вам еще нужен последний Акунин, который вышел, пожалуйста, сейчас, кому нужен, сейчас прямо в чате, напишите слово «да», просто мы посчитаем и, может быть, закажем еще. Потому что у нас все в ноль, да, извини, на shop.de. А сейчас в чате напишите слово «да». Я знаю, что вот столько, сколько будет «да», как предзаказ, столько мы и закажем Акунина. Анонсы на сегодняшний день. В 15 часов программа «Персонально ваш» с Аркадием Дубновым, ведущей Маша Майерс в 16.05. Особое мнение со Львом Гудковым, ведущей Станислав Крючков в 17.05. Слух и эхо с Сергеем Бундманом. Можете уже сейчас начать накидывать ему вопросы, на которые он будет вам отвечать. Потом нужно перейти на канал «Дилетант». Там программа «Дилетанты», тема выпуска «Дело врачей». Потом снова вернуться на YouTube-канал «Живой гвоздь». И там будет особое мнение с Николаем Сванидзе, проведет его Ксения Ларина. В 20 часов 05 минут программа «20.23», Кирилл Рогов, Максим Курников. И в 21.05 программа «Нормальная жизнь». Тема выпуска «Нормальная жизнь» после инсульта, ведущей, как обычно, Ирина Воробьева и Нюта Федермессер. Пишут «Да». Есть, идет? Да, да, да. Есть такие, да, ты заказывай, да? Да, 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 да. Мы попробуем сегодня связаться. Не, ну, потому что я знаю, что люди, когда это новая книга, и вам тоже рекомендую, он очень интересно пошел по пути, просто скажу несколько слов. Вакунин, я с ним списался сразу, как только увидел. Значит, это древние люди, яркие люди Древней Руси. От Рюрика он дошел, и он дошел, там, не помню, по-моему, до Андрея Боголюбского. Да, до Андрея Боголюбского. Он пишет сначала историческую справку, то, что известно. Потом он пишет рассказ, типа «Один день из жизни», художественное произведение, как Акунин умеет. И потом он пишет, где он соврал, где он не соврал, откуда взял, а где придумал. Вот он уже записывает, где он врёт. Такой художественный такой триптик мне очень понравился, особенно «Один день Святослава». Я ему даже написал, что вот «Святослав» – это просто шедеврально. Вот шедеврально. Алексей Венедиктов, Лиза Лазарсон, Лиза Аникина. Утренний разворот. Встретимся завтра. Субтитры подогнал «Симон»